Мы на месте. Мы приветствуем Юлию. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она там говорит, что в шаре. Я непонятно. Скэнер разрежет этот шар пополам и отправит его в клетку-тюрьму. Отключаются все сопутствующие с этим шаром, чипы, датчики, импланты, конвекторы. Они пульсируют, скэнер их видит, отключает, выводит из биополя, отправляет в клетку-тюрьму. Готово. Сейчас я слышу. Она говорит, что это моя защита. Юлия, это не ваша защита. Это подключка. И кто вам сказал, что это ваша защита? Я так думаю. Сегодня увидите тех, кто стоит ответственным за этой защитой. Посмотри, что еще находится в биополе, что нам мешает сканировать ее. Я не вижу конкретных подключек, потому что она вся в каких-то туманных цветах. Серый, коричневый. Таких четких подключек я пока не вижу. Вторую команду. На счет 3 скэнер сканирует пространство над головой Юлии, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Юлии, находит все. В общем, у нее арахноид. И он какой-то резкий. Он выплевывает, или как сказать, выбрасывает какую-то серость вот эту, которая на ней. И куда он ее выбрасывает? Клетки выбрасывает. Снимаются маски и голограммы. Арахноид представляет согласно своему эфирному коду ДНК. Я тебя сейчас уничтожу, паразит. Открываю перед его клеткой воронку в галактическое ядро. Если ты еще раз посмеешь здесь такое сделать, ты уйдешь туда. Тебе это понятно, арахноид? Он боится, для него это внезапно было. Он не ожидал такого. Хорошо, убираю воронку в галактическое ядро. Веди себя спокойно. Кто еще у нас? Дальше гуманоид, инсектоид, инкоп и демон. Какой демон? 12. Откуда гуманоид? Сориона. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 22 года. Чего так долго? У тебя контракт есть с ней? Нет, у него контракт, а он ему не нужен. Всем нужен контракт на пребывание в чужом биополе? У него разрешения хватает. Какого разрешения? Он ставит в известность, она соглашается, ему этого хватает. Хорошо, я спрошу Юлию. Юлия, вы видите этого гуманоида, который находится сейчас в клетке? Видит. Вы бы ему давали какое-то свое личное согласие на пребывание в вашем биополе? Нет, она не давала. Он говорит, что никто никогда такие согласия не берет в таком виде. Согласие получается через поступки, через эмоции, через реакции, через слова. Хорошо. На какой поступок зашел ты? Сказанный на ветер. Итак, гуманоид, на какой поступок зашел ты конкретно? На какие слова? Он на слова зашел. Какие это слова были? На злые. На злые слова приходят демоны. Ты на что пришел? Ты не демон. Он говорит, что я тоже в какой-то степени демон. В том плане, что я иду в разрез с ее энергиями. И я не ее ДНК. И наблюдая за ней, и слышу постоянно определенные слова, это дает мне уровень развития человека. И это дает мне возможность определенной подключки. На что была настроена твоя подключка? Сканер, дай мне полноту души Юлии на настоящий момент. 94. 6% души уже не хватает. Итак, на что была настроена твоя подключка? Мы сделаем так. Пока идет, пока он думает, мы сделаем реверс. Даю команду тонкой копии Юлии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную. Патогены низкоэбрационной энергии в ее биополе. Каналы выстроились. Выстраивая также канал к этому шару, голограмме, гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкоэбрационной энергии откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Юлии. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Итак, ты мне ответишь на мой вопрос, гуманоид? На что была настроена? Он отвечает, он больше показывает, чем что-то передает. Он показывает, что у нее есть отщепление души, отщепление биоматериала, которое он уже перепродал. И у него вот эта оболочка, это его оболочка. И она постоянно подпитывается энергией, и он ее постоянно может контролировать. Он не находится в ней постоянно, но у него всегда есть доступ. 6% души ты успел украсть и перепродать. Ящером, да? И ящеру. Не 6. Есть часть души в оболочке. Мы проверим. Хорошо, 22 года ты сидел. Сколько сидел инсектоид в этом биополе? Инсектоид полгода сидит. 6 месяцев. Значит, я полагаю, эти проблемы с кожей, псориаз, который у нее, это была твоя оболочка, гуманоид, твоя голограмма. Или обмен энергиями твоими с тобой. От этого у нее кожные болезни. По времени, по срокам совпадает, когда они возникли. А почему-то на арахноиды показывают. А мы спросим арахноиды. У него идет информация, что да, несомненно, это повлияло. Так как, когда он показывает оболочку, у него энергетические поля никак не дышат и не поступает циркуляция энергии. Она находится как внутри, в закрытом помещении, но больше. Он показывает на арахноиды, на эту серость, которую он выбрасывает. То есть, в ней перекрываются еще серыми вот этими энергиями арахноида. Понятно. Которые, эти энергии как раз идут в разрез на биороботе. Арахноид, это твой яд. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? 19. Лет. Пятняга, да. Он еле посчитал, так ему трудно было. Ну, и жалеть его не стоит особо. 19 лет он травил человека. Хорошо. Хорошо раздулся весь. Того, что считал. Напряжение, да. Ну да, конечно, математика это не их фишка. Инкуб, сколько ты присуствуешь в биополе? Подожди секунду, да, команду эти возвращаются так медленно все. Усилив потоки в 100 раз. Все, до 100% возвращается назад. Пошел поток. Где-то густые энергии к ним идут. Долго сидели. Инкуб, сколько ты сидел в этом биополе? 13 лет. И демон 12, сколько ты присуствуешь? Получается, я тоже долгожитель. Сколько? 16. Согласен. А тут вообще никого нет, кроме инсектоидах. Тут двузначное количество лет. Орахной 19, гуманоид 22, инкуб 13, демон 16. Я не знаю, как она жила эти годы. У тебя есть контракт с ней? Приверс закончился. Хорошо, демон, у тебя есть контракт с ней? А как же? Просто скажи, да или нет. Конечно, есть злые дела. Они делаются без контрактов. Ну, отлично делается. Захотел, получил. Если, конечно, другая сторона не возражает или что-то попросила, о чем мы сегодня узнаем. Итак, у нее один контракт есть с демоном. Станали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Юлия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли. До последней капли возвращает Юлия себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 100 раз. Кто из вас присутствует в доме Юлии? Мы сегодня его чистим. Арахноид. Арахноид в доме. Демон. Это понятно. Инкуба инсектоида нет? Нет. И никаких подключек гуманоида? Нет, есть небольшие подключки. Он показывает, они такие извилистые. Хорошо. Ждем окончания реверса. Демон. Хорошо, демон. Ты не на магию случайно зашел? На нее зашел договор, я же говорю. Ну да, я только что считал информацию. Захотела, получила. Ты делала то, что она просила. Соответственно, она заключила с тобой контракт. Вот так, Юлия, заключается контракт с демоном. Вы хотите манипулировать что-то, они вам помогают. Вы даже не подумаете, что взамен отдадите. Когда узнаете, этого мало не покажется. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Начинаем с арахноида. Выходи. Вытаскивай. Демон смеется. Он говорит, вы же осознанные души. И смеется. Сами пришли, сами получили. Есть всякие души. Пришли к нам. Есть разные души на земле. Хорошо, арахноида, твоя очередь. Выходи. Я не отвечаю за все человечество. Демон, как ты полагаешь, здесь каждая душа отвечает сама за свои поступки. Есть осознанные души, есть менее осознанные, есть наоборот. Арахноид. Всю паутину, все иголки, всю свою жидкость, самое главное, оттуда вытаскивай, чтобы ее там не было. Как соберешь? Возвращайся в клетку, докладывай готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером, несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Приступай. У него, у арахноида очень много паутины во всем теле. Они как с участками такими, островками какими-то, он их вытаскивает и как сворачивает все с собой. В клубок сворачивает из разных частей. Да, они это очень быстро делают. В голове много, соответственно, глаза все собрал. Идем дальше. Гуманоид, посмотри, на своей частоте что-нибудь осталось не вытащено. Там мы, в принципе, ничего не убирали, кроме твоей голограммы. Есть еще там скрытые датчики конвектора, чипы? Есть конструкция. Конструкция. Хорошо, скэнер. Просканируй сейчас эту конструкцию, ты видишь ее, чтобы ты в следующий раз ее мог находить. Выведи ее из биополя полностью. Отключай до последнего чипа датчика импланта конвектора. Все сопутствующие чипы активируются, они пульсируют. Скэнер их видит. Все отключает, все выводит. Мелкие частицы уничтожает на месте. Как все выходит? Сворачив шар, отправляю в клетку тюрьму. Значит, у нас шар. Это голова, шея, плечи, спина и в руки идет. Это подключка, все она... По всему телу. Она к мозгу подключена. Рефлексорные какие-то функции. Ну, рефлекс это, соответственно, реакция организма на раздражение. Соответственно, она делала какие-то действия под воздействием. Именно физические действия. Физические действия под воздействием этих импульсов, да. Вышла конструкция. Отправляя в клетку тюрьму. Выстраивая прямой канал от Юлии к этой конструкции, и она реверсом отдаёт в эту конструкцию всё негативное, патогенное, низкое аберрационное, что она от неё получила. Усилие потоки в сто раз. Ну, он как экспериментировал на ней эту конструкцию, как можно управлять человеком, не просто через мозговые функции и мысли, а именно на физическом теле ходить, руками делать что-то, повороты головы, какие-то физические, физическое тело подчинять. Я думаю, она знает, о чём идёт речь. Реверс закончился. Устанавливали фильтр золотой сеточки на этот канал. В порядке реверса Юлия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Один, два, три. Что идёт, Вера? Ты знаешь, ей возвращаются энергии по всем чакрам. И гармонизация с ними. У неё вообще нет гармонизации. Все чакры забиты непонятно чем. Чужими энергиями. Вот. Поэтому и гармонизировать особо нечего. Сначала надо вытащить это всё, потом уже заправить чистыми энергиями. И свои гармонизировать нужно. Готово. Сканер, дай мне полную душу на настоящий момент. 98%. 98%. 98%. Значит, 2% ты продал, да, гуманоид? Продал. Инсектуя твоя очередь. Выходи. У тебя есть инкубатор? Нет, он готовит место для него. Вытаскивай все крепления. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Приступай. Я готова. Идём дальше. Инкуб. Выходи. Вытаскивай всё, что ты оставил на своей частоте. Что ты оставил на своей частоте? У неё подключка какая-то есть в области горла, языка, я бы сказала. Это инкуба? Да. Интересно, а ну и что там? И такая в форме трусовка, подключка. Объясняй инкуб, что это такое? Она говорила не то, что хотела мужскому полу. Хочет сказать одно, но говорит совсем другое. И как её видел мужской пол? Злой, грубой. Хорошо. У неё накидка была? Нет, у неё накидки. Только это подключка. Хорошо. Снял всё. И демон. Демон, скажи мне, есть лярвы Биополе Юлии? С таким воздействием они просто обязаны быть. Он смеётся. Ну да. Гогочит. Есть. Хочешь получить лярвы? Давай. Сначала выходи, отключайся полностью. Снимай всё, что ты оставил на своей частоте. На месте доложи, что ты всё снял, я дам отдельную команду. Приступай. Руки с рук он снимает. Действия, которыми она делала руками, именно так она и подписала контракт. Он показывает дальше слова, которые она произносит. Слова магические, да? Заговор? Да. Ну, это его чистота. Юлия, обращаясь к вам сейчас по этому поводу, вы понимаете эту ситуацию, что сейчас происходит? Чистка. Не просто чистка, а сейчас нам придётся аннулировать контракт, который вы добровольно своими магическими действиями и манипуляцией заключили с демоном. Вы понимаете причины этого всего? Понимает. Хорошо. Он всё снял. Вот так всё возвращается назад. Разрешайте забрать все лярвы, снимай всё, ничего не забывай, возвращайся назад. Ну, у неё низ живота, дальше горло. Да. И на голове лярва. Хорошо. На голове понятно от кого. Идём дальше. Дальше у нас по плану проверка. Нет, рассинхронизация, но мы не сможем сделать, потому что контракт существует действующий, нам надо его сейчас расторгнуть. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Юлия должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я, как же и всякого рода, дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Вышел контракт. Вышел? Один? Да, один. Пусть повторяет за мной. Воспоряжаться собственными энергиями. Пошёл возврат энергии, если такова и есть. Ты знаешь, ей возвращается энергия, но это энергия та, которую она затратила на эти действия. Она потеряла энергии много своей, личной. С этой магией? Да. Он правильно сказал, что человек делал это осознанно, поэтому она теряет. Ждём окончания. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрывая, печатая, растворяя. Аннулировано. Идём дальше. Переходим назад к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Юлии с арахноидом, гуманоидом, инсектоидом, инкубом, демоном и конструкцией гуманоида. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам на счёт 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, отстёгиваются, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Проверку прошли. Итак, инкуб и инсектоид, вы не присутствуете в квартире? Нет. Инкуб, инсектоид, вы готовы уходить? Готовы. Открывается внизу портал на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает, что принёс, уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Забирает, что принёс, уходит на свою чистоту, закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Демон, я сейчас тебя отправлю в дом. Ты собери все, что я оставил там. Ты один там или есть без черт? Черт есть. Хорошо. Один из вас покажет мне портал, я их закрою. После этого соберу вам весь негатив в этом доме в дорогу. Устраивает? Да. Поделю пополам. Открывается портал в дом Юлии. Один, два, три. И демон входит в этот портал. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли, у меня здесь, приветствую, гуманоид Орион, 22 года сидел. И у меня есть арахноид, 19 лет сидел, который очень сильно отравил её. Мы много яда выводили. Посмотри, пожалуйста, долгожителя. Мы заберём обоих. Вы всё вернули. Сейчас проверю. Подожди. Мы ещё, мы вернули, нам 2% ещё надо будет забрать. Давай тогда я сейчас заберу их, после этого тебя ещё раз вызову. Хорошо, Юля, я объясняю вам ситуацию. Скеннер, у нас дай полонту души. Сколько процентов сейчас? Так и осталось 98? 98. Юля, вам надо вернуть 2% души. Вы выражаете своё намерение, своё желание вернуть свои частички души? Конечно. Выстраивается прямой канал от Юлии к своим частичкам души. 1, 2, 3, где бы они ни находились. Юлия реверсом забирает все частички души, частички ДНК, весь биоматериал, все свои родные энергии. Всё, что может находиться в другом месте, всё мощным потоком пошло назад. До 100% возвращается всё назад. Пошёл процесс. Что идёт? Ну, эти 2%, они разделены по проценту, они находятся в каком-то хранилище. Две разные копии, да? Это не копии, они ещё не использованы. Они как в таких колбах. Колбы разбиты? Нет, у неё не хватает намерения. Юля, вам не хватает намерения. Выразите своё крепкое намерение, что вы хотите свою душу вернуть себе назад. Сейчас. Да, она говорит, я очень сильно хочу. И по этому каналу Юлия забирает свои частички души, частички ДНК, весь биоматериал из этих сосудов. 1, 2, 3. Всё, что ей принадлежит мощным потоком, пошло назад. Да, будет так, а так и есть. Нет, ей не хватает. Гомоноид говорит, что одного желания мало. Она должна ответственность брать за свою душу. Иначе кто-то другой возьмёт ответственность, как в этом случае взял ящер. Так и стоит, в принципе, в манифесте. Юля, вы должны взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Выразите его. Вашего намерения не хватает для возврата души. Я беру ответственность. И сейчас на счёт 3 возвращаем все частички души Юлии ей назад. 1, 2, 3. Пошёл поток. Всё, что на её частоте находится мощным потоком, пошло назад. Только она сама может вернуть. Готова. Отлично. Скэнер дай полноту души. 100. Я прошу тебя ещё раз выйти на связь. Дай ли на связь. Вернули 2%, 100% души сейчас. Мы забираем арафноида и гуманоида. Все подклюшки уничтожите. Благодарю тебя. Под шаром и конструкцией открывается воронка в галактическое ядро. Они уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Их забрали тоже. Поехали дальше. Выходит эмоционализируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Юля. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Совершенно по-другому. Я чувствую себя по-новому. Совсем другие. Я не знаю, как это назвать. Чувства, наверное. Другие энергии. Другие энергии, но я их чувствую по-другому. Это ваши родные. Я вижу цвета, но внутри меня радостно, спокойно и как-то непривычно. Сейчас вам самое важное – это сделать выводы из этого сеанса и контролировать свое эмоциональное состояние. Если вы будете опять эти же привычки делать, которые вы делали, опять так же реагировать голосом, опять делать какие-то непонятные действия, и я уже не говорю о занятии из-за вашей ошибки и так далее, то, в общем, здесь вам придется поработать, Юля. Я отвечала злом на злом. И это, видимо, ко мне вернулось. Только так еще к вам пришли такие сущности, которые очень долго сидели. Процесс восстановления у вас займет сейчас от нескольких дней до нескольких недель, возможно, потому что они очень долго сидели, занимали, безусловно, какое-то место в вашем биополе. И сейчас оно заполняется, это место энергии. Этот процесс будет продлеваться. И, соответственно, когда вы полностью наполнитесь каждым днем, вы будете чувствовать себя лучше и лучше и спокойнее. Не делайте этих ошибок, которые вы уже сделали, не наступайте на эти же грабли. Начните новую жизнь с этими энергиями, заправляйтесь этими энергиями. Интересуйтесь чакрами. Представляйте, как вы заполняетесь этими цветами. Все остальное, я сказал, в сеансе вам надо заправлять 370% и 24 Гц давать себе. Потом все синхронизировать и гармонизировать. Если вы чувствуете какое-то неприятное чувство, вы можете его точно так же выдавить, как я выдавливал в этом сеансе. Безусловно, для этого вам нужно намерение. Вы должны сконцентрироваться, выдавить его, представить, как он выходит, даже если вы его не видите, открыть воронку, скинуть в галактическое дро и обязательно закрыть воронку. И тогда это чувство уходит из вас, и вы опять спокойно. Не накапливайте в себе этого. Хорошо. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биороба Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. После этого переходим сразу к чистке вашего дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok